Зараз у целым у регионе узровень интенсивности захворывания на грипп и вострые респираторные инфекции значительно ниже за контрольные узровни. Такую информацию огучивают эпидемиологи. Сезонный уздым прогнозуется на при конце студене початку лютого. А это значит, праздва-три тыдни, риска злегчу ложек дней на 10, возрастает в некольки разов. По коль же специалисты мониторят циркуляцию гриппу и респираторных инфекций. Это дае махчимость назирать, як меняется структура вирусов и як яны перемещаются. Конечно, заболеваемость ОРВИ представлена и аденовирусной инфекцией, и респираторно-синциальным вирусом, и парагриппом. И, скажем так, каждый из этих вирусов может дать заболеваемость. Для каждого человека все индивидуально. Мы осуществляем забор клинического материала от больных с ОРВИ, исследуем в нашей вирусологической лаборатории, и часть клинического материала отправляем для проведения исследований в Национальный центр по гриппу. Гэтай зимой циркулюют те же вирусы, что и в минулым годе. А это значит, никаких нешаканностей быть не повинно. Разом с тем, специалисты у сферы аховы здоровья называют вакцинацию самым надейным способом застиравшись от сезона эпидемии. Как правило, устойливый иммунитет з'является раз месяц после прищепки. И когда начаток сезонного уздума захворывания учакается меньше, чем раз четыре тыдни, робить прищепку уже поздно. Врачи нагадывают промеры профилактики и раять усими мягчимыми способами умоцовывать иммунитет. Мы вышли на улицу Гомеля, чтобы спытать у гомельчанцев, вспоминать иные промеры профилактики и чем корыстаются. Я раньше, вот недавно только перестала, ходила купаться зимой. Я занималась, ну, моржеванием занималась. Не сильно, но так, ходила. Мне нравилось. Ну, на крещение обязательно купаюсь. А так, ну, травки пью. Ну, чеснок, лук, ну, такое есть, чтобы это, ну... Ну, вы так вот идете, душа нараспашку. Вам, наверное, не холодно? Вы точно закаляете? Закаляюсь, да. Моржуюся. Да, был утром, в краничку бегал, окунулся. Греблей занимаюсь. Вон, на воду ходим, холодно. Но, как бы, потом уже привыкаешь, не болеешь в такую погоду. Оксалиновую мазь, наверное, мажу иногда. И то не всегда. Но вообще я не болею. Родилась в Мурманске, да. В Сибири, в этом, на севере. Поэтому, не знаю, ничем не лечусь вообще никогда. Ну, аспирин, может, выпью. Ну, вот лично мои секреты, да, конечно. Когда мы сталкиваемся с вирусом, я ношу маску, это бесспорно. Вот, и как бы своим молодежи всем говорю об этом. Но вообще, есть, конечно, и мизицинские компоненты какие-то. Вот я нафероном лично пользуюсь на начальной стадии всегда. Вот мне очень нравится. Ну, народные средства, естественно, опять же. Подмоцовывать иммунитет только народными сродками недостатково. Иснуе мнозство альтернативных и прыгытым простых способов. Каб захавать здоровье у зимовый период, пожаданно уживать багатую витаминами ежу, добра высыпаться не меньше, як 7 годин у сутки. И кожный день гулять на свежем поветры. А калю, все ж таки, вы закашляли и зауважили иншие симптомы хворобы, вспомните о правилах этикету. Маски можно одевать как здоровым, так и больным. Нельзя чихать и кашлять в общественном транспорте в открытом виде. Нужно обязательно прикрывать рот и нос носовым платком. Обязательно мыть руки после посещения общественных мест и после того, если вы пользуетесь общественным транспортом. Потому что руки являются фактором передачи, через них можно заразиться и заразить своих членов семьи.